здравствуйте друзья мы с вами сейчас участвуем в записи ответа универсального на универсальный вопрос вопрос я сейчас зачитаю по памяти но вот как бы мы воссоздадим и дальше когда люди будут спрашивать я буду давать ссылку вот на это конкретное видео а то как-то сложно вот на одну и ту же тему много-много сюжетов создавать этот темный путь вот казалось бы что мы едем в темноту а на самом деле это будет светлый путь и вот мы сейчас этот светлый путь начертаем с вами значит вопрос молодой человек его зовут антон у него есть девушка им 26 лет где живут не знаю хотят иммигрировать значит почему хотят не знаю но я и не спрашиваю как бы я понимаю даже без этого вопроса хотят иммигрировать теперь он изучает тестирование программного обеспечения видимо наш курс смотрит может еще как-то изучает вместе они изучают английский язык и это все очень очень классно и тестирование хорошо потому что можно быстро выскочить на работу и английский язык хорошо потому что как же иммигрировать без английского но это это все очень замечательно тоже некоторые спрашивают а можно ли без языка вот так что у нас тут как бы более такой правильный вариант вы можете спросить вот те кто слушает а как они собираются иммигрировать у них виз какая есть там что у них гринкарту выиграли нет они собираются иммигрировать дальше он говорит я вот изучаю программное обеспечение а девушка моя коррекционный педагог то есть она занимается с аутичными детьми и это и я как-то очень знаете отношусь может как трепетно это это героической профессии люди и мало кто вообще в состоянии выдержать такое это просто преклоняюсь но вопрос у них да ей нравится профессия она хочет развиваться в этой профессии поэтому вопрос задается и вот тут я как бы начинаю напрягаться что до этого момента мне все очень очень нравилось мне нравится что ребята молодые мне нравится что у них какие-то планы мне нравится что у человека есть профессия благороднейшая в которой он хочет расти и развиваться мне нравится что он хочет тестировать то есть он практически такой прикладной парень он смотрит трезво на жизнь он понимает что зарабатывать все нравится английский вообще слов нет уже не уже хлеб с маслом уже икра сверху и красное и черное все там но визы у них нет значит визы у них нет и это вопрос который многих абсолютно не волнует а вот я приеду в скажите вот начинается вопрос которые без визы бессмысленно все задавать скажите говорят а вот поскольку она любит свою профессию в калифорнии есть вообще спрос на специалистов так сказать этого профиля да если по вас рабочий в смысле разрешение на работу было до вас бы просто порвали на часть с такой профессии вы чё вы тут что вы такое говорите но разрешение на работу какой-то смысл ну 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 да есть но но нет следующий вопрос говорят а вот вообще в целом сша как специалисты этого профиля вообще в целом сша тоже с этим профилем фигово потому что не хватает людей потому что растет количество детей аутичных и так далее и из следующий вопрос говорят а вот там с украинским образованием а все-таки начали из украины с украинским образованием вообще можно так вот как бы засчитывается перезасчитывается тут есть тонкость значит если бы у них даже было разрешение на работу скажем green card в кармане есть профессии по которым надо заново все там есть профессии по которой можно и образование не иметь вот там тестировать программное обеспечение можно вообще без компьютерного образования можно даже вообще без всяк вот можно школу закончил 17 лет и тестирует у нас на канале есть ребята мы видим но если речь идет о том чтобы работать с аутичными детьми я подозреваю что надо не только образование но может быть даже лицензию какую-то я я не знаю я не специалист в этом деле но безусловно приехать украинским образованием дипломом и желанием работать маловато будет в данном конкретном случае даже если бы было все что нужно но если человек профессию свою любит если он приехал легализовался у него все путем и он хочет работать ну так он не сразу будет а там пройдет пару-тройку лет и будет тоже у меня проблема какая-то вот уж как тяжело врачам там надо заново сдавать там массу всего и кто хотел быть врачом пусть и хотел не на уровне мечтала на уровне взял и сделал сюда значит все врачи вот все все русские врачи здесь они же которые практикуют они же все прошли этим путем поэтому тем более 26 лет там говорить не о чем но давайте я может быть еще пару слов скажу про легализацию я вижу какое-то невероятное количество людей которые едут в соединенные штаты я вот поеду сейчас по гостевой а там я разберусь ему плиты приезжай тут на месте разберешься господа значит давайте мы сейчас разберемся вот прямо на этом месте чего мы будем на том месте разбираться вот мы знаем что никаких виз новых не создадут за то время чтобы будете лететь в самолете поэтому если уже вы говорите я на месте разберусь так мы сейчас разберитесь для этого не нужно быть на месте достаточно быть на месте Прямо сейчас Какие у вас есть перспективы по приезду на место Вы будете в нелегалке И вы застрянете в этой нелегалке И будете ждать очередной реформы Там, я не знаю, 10-20-30 лет Вот, собственно, и вся ваша перспектива И не сможете не выехать из страны Ну, вообще ничего Нет, кое-что вы, конечно, сможете Хотя сейчас вроде бы начинается ужесточение С людьми, работающими нелегально И так далее То есть может к такому прийти, что и не найдешь нелегальной работы Очень скоро Просто не возьмут Теперь Это, значит, один путь Ну, пока он есть, да Нелегально там где-то нелегально, нелегально, нелегально Есть люди нелегально, тут по 20 лет уже у них дома есть Они все нелегально Дальше Дальше вы, вам скажут Ой, что ты себе морочишь голову Уже подай на политическое убежище И все, он пойди там к Ивану Ивановичу Он тебе сейчас историю сочинит Вот, и пойдешь с ней там Или вам скажут Ой, что тебе там какой-то Иван Иванович Там за 6 тысяч долларов он тебе там адвокат Вот я видел видео, тут пацан рассказывал Сейчас делаем как пацан там И вообще без всякого адвоката Это не важно Важно то, что вы Либо, еще раз, в нелегалке И кардинально Либо Вам объяснят, что есть политическое убежище Вот идешь вот к этому мужику Он тебе все объяснит Да? И третье Ну что еще бывает Замуж выйти вот можете Вот вы Можете, бывает так, что приехал с девушкой А потом смотришь, девушка за кого-то замуж вышла Но не за тебя А за гражданин там Соединенных Штатов А ты Ну Ну не важно, кто из них Девушка вышла Или мальчик вышел Или там что-то А еще фиктивный брак Это преступление Это противозаконное такое действие За это депортируют Но дело не в этом Есть люди, которые вот так Вот через брак Да Можете через брак А больше нет ничего такого Ну вы, конечно, можете продолжать играть В грин-карт-лотерею И вдруг даже и выиграет Кто-то из тех, кто нелегалки Там еще что-то Постоянно выигрывает Кто-то какой-то небольшой процент И вот и собственно и все Вот все ваши Все ваши Карты на руках Все Поэтому Вы уж сейчас определите Если уже все равно вы едете И 90% из вас Закончит там На подаче И на политическое убежье Ну вы же почитайте что-нибудь Но уже разберитесь Ну сейчас-то разберитесь Вот И там Поспрашивайте людей Там Может адвокат Все присмотрите Поговорите с этим адвокатом Заранее Свяжитесь с ним Скажите Вот я приезжаю Какие бумажки мне взять Не будьте как снег на голову Понимаете Потому что вы попадете в руки К проходимцам Если вы пустите Это на самотек И вот собственно Все ваши Все ваши Что называется Options Так что Я считаю Вот нынешний ответ Универсальным До тех пор Пока не возникнет Более универсальный И на это видео Мы как бы К этому видео Мы адресуем тех Кто задает Такие вопросы Что там с работой Без того Чтобы ответить на вопрос Что там у меня С разрешением на работу Так что Всем успехов И всем Разумного подхода Рационального В решении тех вопросов Которые требуют Рациональности Взвешенности Здравого смысла А не эмоционального Аферизма Поеду И там на месте Будет видно Война покажет Та война Которая будет Она уже сейчас есть Идет Ее можно посмотреть Под микроскопом И подготовиться К победоносным действиям Вот собственно К этому я вас и призываю Счастливо